Вчера в Рео губернатора Михаил Дегтярёв встретился с представителями администрации города на их территории, в мэрии. Он познакомился с заместителями мэра, главными управлений и департаментов. Кроме того, была организована встреча, на которой главе региона смогли задать вопросы педагоги, социальные работники и специалисты других сфер жизни города. Почему эта встреча войдёт в историю, расскажет Анастасия Незнанова. Это событие можно считать историческим. Раньше ни один губернатор Хабаровского края здание администрации не посещал. Разве что в 80-х годах первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС Алексей Климентевич Черный приезжал к главе города, тогда им был Павел Леонтьевич Морозов, чтобы решить насущные проблемы Хабаровска. Мы не видим никаких противоречий, никаких отклонений, никаких отказов, никаких непониманий со стороны правительства края. То есть выстраиваются отношения, да, они уже выстроились с вашим приходом. Сергей Кравчук представил Михаилу Дегтярёву своих заместителей. В Рио губернатора подчеркнул, в его приоритете продуктивная работа с муниципалитетом. В знак дружелюбия он вручил мэру подарок. Хочу вам вручить, я вручу свою книгу последнюю трещину. От самодержавия личности к самодержавию генерал. После этой аудиенции Дегтярёв прошёл в большой зал администрации, где собрались начальники и специалисты городских управлений, а также работники социально-культурной сферы. Присутствующих он ещё раз заверил. Диалог с правительством края у мэрии с настоящего момента налажен. Тем более, что в Рио губернатора недавно сам стал хабаровчанином. Семья переехала в Хабаровск. Мы приобрели жильё, получили регистрацию. Теперь у вас плюс шесть жителей новых в Хабаровске. Встреча продолжалась около полутора часов. На ней воспитатели, педагоги, работники учреждений культуры, спортивных секций, социальные работники задавали вопросы по наболевшим темам. Нам нужно чаще встречаться на разных площадках и как раз-таки отсутствие возможности друг другу подзадавать вопросы, поговорить. И отсутствие диалога – это во многом причина не очень хорошего настроения у людей. Поэтому мы такие встречи с вами введём в практику. Директор школы номер 26 Светлана Губарева озвучила проблему нехватки молодых учителей. Каждый год выпускники вузов приходят работать в образовательные учреждения, но задерживаются там ненадолго. Некоторые из них, отработав один-два месяца, покидают наши учреждения. При этом они обеспечены достаточно хорошо. У них надбавка молодому специалисту 35%, проезд, квартиры выделяются. Решить проблему могла бы помочь система, при которой молодые учителя должны обязательно отработать несколько лет в школе. По примеру, студентов, которые учатся по целевому направлению. Очень было приятно, что Михаил Владимирович отреагировал живо на мой вопрос и однозначно сказал, что его нужно решать. И мы надеемся, что так и будет, что это возможно как-то законом Хабаровского края закрепиться. Мы вчера там все были, задавали все проблемные вопросы, никто не стеснялся. Мы, честно говоря, приятно удивлены. Очень хочется, чтобы так было всегда. А вот директор Центра работы с населением «Родник» Зоя Белякова спросила, можно ли из краевого бюджета выделить средства на создание комфортных условий для посетителей Центра. На пути к учреждению крутые лестницы. Пожилым людям взбираться по ним очень тяжело. Сказал, что этот вопрос очень острый, очень важный. И уровень краевого центра определяется в том числе доступности его инфраструктуры. Поэтому он обязательно посмотрит финансирование. За время встречи выступающие поднимали вопросы о зарплатах педагогов, о доступности жилья для работников социальной сферы, о создании в дошкольных учреждениях медкабинетов, модернизации пищеблоков. Глава региона все взял на карандаш. На встрече с представителями администрации города Михаил Дегтярев подчеркнул, главная задача власти это решать проблемы людей. При этом добавил, что простым гражданам по большому счету не важно, кто именно в этих проблемах виноват. Мэрия, правительство, края или кто-то еще. По словам Михаила Дегтярева, сверхзадача чиновников всех уровней это сделать жить в Хабаровске настолько комфортной, чтобы он стал городом-миллионником. Анастасия Незнанова, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. Среди выступающих к Михаилу Дегтяреву обратился директор театра «Триада» Вадим Гогольков. Он попросил помочь приобрести автобус для гастролей театральной труппы по районам края. Глава региона обещал решить проблему и выразил благодарность мэру за сохранение в городе муниципального театра. Такие есть далеко не в каждом крупном городе. Добавим, что встреча в мэрии прошла с соблюдением необходимых мер профилактики коронавируса. Участники были в масках, их рассадили в шахматном порядке с учетом социальной дистанции.